Книга Кришна, Верховная Личность Бога. Глава вторая. Первая глава называлась «Пришествие Господа Кришна», вторая глава называется «Молитвы полубогов Господу Кришне, пребывающему во чреве Матери». Необычное название. Никто толком не общается с теми, кто находится во чреве Матери, кроме самой Матери будущей. Я не знаю, все ли это женщины умеют делать. Я слышал, что женщина находится в медитации в это время, когда в тробе ребенок развивается. И шастра утверждает, что в это время она считается чистой. Смотреть на беременную женщину очищающе. Потому что ее внимание, вне вожделения ее сознания в этот период, запрещены всякие связи сексуальные в это время, шастрами, когда зачат уже плод. И женщина находится в этой медитации. То есть фактически ум развивает материю. Также это тело связано с умом, и следующая жизнь связана с умом. Действует ум. Физическое тело, оно как следствие ума, моностроения. Ну и нужно изучить, конечно, природу ума глубже, чтобы понять, о чем речь идет. Мы знаем ум только как мысли, этого недостаточно опыта. Тут нужна практика йоги, чтобы понять глубину ума. Тогда станет понятно, как трансформируется материя под влиянием ума. Можно владеть такой наукой, и должны владеть такой наукой. При помощи ума можно перестроить свою жизнь целиком. Для этого нужно иметь очень позитивный, глубокий ум. Глубинное счастье постичь человеку. И глубокие знания постичь. То есть глубина ума сейчас у нас не занята. Вернее, она занята чем-то другим. Самомнением, скорее всего, занята. И вот это препятствие, если освободиться от самомнения, мы сможем углубить свои знания и счастье. Ну и здесь молитва полубогов. Это тоже неординарное событие. Мы знаем, как молятся люди в основном. Они говорят, что что-то им нужно от Бога. Они приходят, чтобы что-то получить. Может быть, здоровье. В основном люди хотят, обращаясь к Богу. Когда медицина не может ничего сделать. Человек попадает в трудную ситуацию. Всегда как-то к Богу обратиться. Прямо или косвенно. Есть такая склонность у любого человека. И обычно люди говорят, дай мне здоровье. Спаси мою жизнь. Вот в этом случае, да, я могу обратиться к Богу. Но о чем же полубоги? Ведь полубоги — это необычные люди. Они не просят у него хлеба или здоровья. Потому что они сами даруют это. Они жить им обладают. То есть на более высоком уровне развития здоровье у живого существа очень сильное. И он не пребывает в бедности. У него очень мощный разум. Что же там? Какие там отношения с Богом? Если мы с вами решим все наши экономические проблемы, проблемы здоровья, чем будем заниматься? Наслаждать чувства. Но наслаждение чувства снова разрушит здоровье. И снова придет к экономическим проблемам. И так отвращается этот бесконечный цикл бессмысленных действий. Но полубоги, они находятся на другом уровне развития. И они обладают этими достояниями. Нам интересно, какие же молитвы вознесут Господу, которые пребывают в утробе матери. Причем сама мать девоки находится в этой медитации. Полностью поглощена сознанием Кришны. Потому что в ее утробе родится Бог, то есть Сын. Это нередко какое-то событие. В шатрах описывается, что Господь приходит в семьи своих преданных в качестве ребенка. По их молитвам и аскезам серьезно. Потому что некоторые великие преданные, они молятся таким образом. Приди ко мне, как Сын. Я хочу Сына, подобного Тебе, как Ты. Вот, Божественного Сына хочу. Ну, Господь отвечает, другого такого, как я, нет. Поэтому я сам приду. То есть вы готовы меня принять как Сына. У вас достигли такой любви, такой преданности, таких знаний. И Он приходит как бы в эту семью, частью этой семьи, как будто бы. Вот такая необычная ситуация. Случается, когда Господь приходит, Он сюда приходит, как чей-то Сын в этом мире. Он не приходит из воздуха. Он приходит, как чей-то Сын в отношениях приходит. К тем великим преданам, которые хотят иметь Его как Сына, служить Ему. Они не будут у Него просить здоровья или денег, они хотят служить Ему. Хотят, наоборот, иметь Его как Сына, не как Отца, а как Сына. Отец исполняет мои желания, а Сын, я Ему служу, я хочу Ему служить. Так, ну приди ко мне, как Сын. Итак, мы читаем главу. Вторую молитву полубогов Господу Кришне, пребывающему в очерепи Матери. Царь Камса не только захватил владения Ядовов, Боджи, Антхаков и царства Шурасены, но и заключил союз с другими демонами. Праламба, Бака, Чанура, Тринаварта, Акхасура, Муштика, Аришта, Двевидо, Путана, Кеши и Тинука. Жуткие демоны, мы потом о них узнаем, как раз из этой песни. Провинция Магадха, ныне штат Бихар, правил тогда Джарасанха. Камса принял его покровительство и заключив с ним дипломатический союз, создал самое сильное в те времена государство. Он также заключил союз с царями Банасурой и Пхаомасурой и стал самым могущественным правителем. В той поры он стал проявлять открытую вражду по отношению к роду Яду, в котором должен был родиться Кришна. Вот причина развития демона. Демоническая цивилизация тоже развивается? Да. Но причина развития какова? Чтобы убить врагов. Единственная причина. Мне нужна сила. Да, развивайся, иди, тренируйся, знания обретай, ситхи, йога, благотворительность, поддержку иметь. Политика, поддержка. Мы же станем очень сильным. Зачем убить врага нужно? Вот такая глупость. Это все. Когда враг убит, дальше что? Сейчас вы не поверите. Сейчас вы упадете в обморок все. Нет врагов. Тогда мы создадим врагов. А как я покажу свою силу? Это демон называется. Он создает такое понятие, как враг народа, там, не знаю, там, или что-то еще. Нет врагов, на самом деле. Там политика все. То есть на духовном уровне таких понятий не существует. Но демоны, они такие создают понятия, страшные понятия. И таким образом врага называют каким-то образом и настраивают всех людей против какого-то врага. А те против этого врага обязательно. Советский Союз и Америка, я помню. Два врага, заклятых. Советский Союз был. Заклятым врагом Америки. Америка – заклятый враг Советского Союза. И они рисовали Америку в образе дядюшки Сэма. Карикатуры были. Дядюшка Сэма – это такой худощавый, похожий на дьявола образ. Острой бородкой, горбатым носом. В шляпе, такой цилиндре, в высоком одетой, в смокинге. И там на шляпе крупный доллар нарисован. Он сидит на мешке с деньгами. Дядюшка Сэма. Иногда его еще изображали как спрут империализма. Такой, знаете, который все себе присваивает. У него там эти щупальца. Он присваивает себе все. Он поглощает все. Вот эти монополии создает. Безработица устраивает. В общем, исчадие зла. Правда. Чистая правда. Это природа капитализма, точно. Поэтому мы все встали на защиту. Коммунизм. А что такое коммунизм? Так, 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 так. Коммунизм – это тот, кто против империализма. А он-то что такое без империализма? Оказалось, ничто. Он существовал пока, существовал империализм. Ну, видите, какая вещь. Вот это демоническая цивилизация. А американцы, в случае, тоже в школах слышали, что русские – это монстры вообще. Это такой жадный народ. Они рисуют карикатуру. Такого крестьянина. Под горшок постриженного. Ну, русский, то есть. Смешно. В рубахе русской сидит на мешках. С зерном такой толстый. Жует хлеб. То есть, все это обрел. Все эти ресурсы планеты. Говорит, мы за мир. То есть, мы ничего другим не отдадим. То есть, к нам не приставайте. Вернее, к нам не приставайте. То есть, они так это говорили. У них, смотрите, у нас ресурсов никаких нет. У них все ресурсы. Снега не выпустишь зимой. И они за мир при этом. Какой мир может быть, если они такие вот завистливые и жадные? То есть, завистливые и жадные. И вот такие две карикатуры. И когда первые преданные из Америки приехали в Россию, они очень удивились. Обычно нормальные люди. Нам говорили, что они очень страшные все. Одеваются страшно, смотрят страшно. Только зная, что вы иностранец, все, конец вам. Нормальные люди, смотрите. У них нет клыков, нет когтей. Нормальные люди. Душевные, с ними можно разговаривать вообще. А мы так же на американца смотрели. Кажется, ничего, вроде нормальный человек. Никак не похож ни на спрута, ни на додичку. Сэма нормальный, современный человек. Вежливый, все. Тоже, как недоумевали, что-то за этим стоит. А что за этой природой стоит человеческой? Вот это вот, кто наверх, которая пришла? Демоническая природа. Вот что произошло. Демоническая природа все окрашивает эти образы страшные, противоречивые. Потому что важно для них убить врага. Если даже его нет, его нужно создать. Иначе нет смысла жить. Нужно бороться с врагом. Поэтому мира, в принципе, не может быть такой цивилизации. Камса, видите, создал такое государство. Но зачем, мне говорится, чтобы убить род Яду? Вот его цель была. Не чтобы эти были все счастливы, страны, знаете, там. Не в этом дело. Сильное государство нужно, чтобы убить врага Яду. Но в этом династии Яду родится Кришна. Поэтому у Камсы как-то не получится это. Спасаясь от преследований Камсы. Камсы, цари династии Яду, Пходжи и Антхаки, стали искать убежища в различных государствах. Разрушив альянс Ядовов, Пходжи и Антхаков, Камса утвердил свою власть на бескрайних просторах земли, которая в то время называлась Пхаратаваршей. Все, Камса добился своего, разогнал всю династию Яду. Они сбежали все, скрывались в различных провинциях, неузнанными. И теперь стал править землей. Бескрайние просторы земли. Еще одна проблема. Демоны портят землю. Извлекая из нее потом, всасывая все ресурсы, которые есть, для разнообразия чувственных наслаждений. Вот такая ужасная картина. Когда Камса одного за другим стал убивать младенцев, родившихся у девы Кива-Судевы, многие друзья и родственники просили его прекратить эти злодеяния. Но вскоре все они превратились в почитателей Камсы. То есть он был очень влиятельный. Тут подробно не описывается. Камса был очень влиятельный мистик. Он делал злодеяния, но умел объяснить это. Умел объяснить это. Это называется идеология. Если вы имеете идеологию, то вы еще сильнее становитесь, потому что вы можете объяснить любые гнусные поступки ради высшей цели. То есть вы можете объяснить, оправдать это все. Вот очень тонкая как бы эта демоническая культура. Как бы она как будто справедливая, с одной стороны. Много оснований, правда же. Разве не нужно было делать революцию в 1917 году, скажите? Ну оценить эту ситуацию исторически. Да, какой степень достигла эксплуатация народная. Разве можно было это терпеть вообще? Справедливо, разве нет? Справедливо. Очень сложно понять, где проникает демоническое сознание. Когда девокий забеременела в седьмой раз, в юлона вошел Ананта, всемогущий, всемогущий воплощение Кришны. Девокий одновременно и обрадовался, и опечалилась. Она радовалась, ибо понимала, что в юлоне находится Господь Вишну. Но в то же время она горевала, боясь, что как только ребенок родится, Камса убьет его. В это время Верховный Господь Кришна, сочувствием своим преданным ядовам, которые жили в страхе перед жестокостью Камсы, велел явиться своей внутренней энергией йога-майи. Внимательно слушайте эти моменты. Преданные преследуются. С советских времен серьезные были преследования, не только в России. В Европе были очень случаи смертельные, убивали, сбивали машинами преданных. И когда Кришна чувствует сочувствие, смотрите, что он делает. Посылает йога-майю. Йога-майя покорительствует преданным и вводит в заблуждение демонов. Такая энергия существует. И вот в конце концов они подумали, а что тут страшного этих Ари-Кришна? Они просто поют и едят. Какая-то у них религия странная. Да и на их внешний вид, посмотрите, какой-то непривлекательный. Вряд ли они будут как-то раз распространяться. Нет, ничего не опасного нет. Йога-майя это сделал. Очень опасное движение. Я вам по секрету говорю. Это конец материализму. Все. Это полный конец материализма. Но йога-майя ввела их в заблуждение. Говорит, эти смешные, жалкие, Харе-Кришна. Одна, это матушка Рамбару, когда приезжала к нам из Германии, давно ученица Пропады, в Ленинград. Она рассказывала, как она пришла в сознание Кришны. Вот этот пример я запомнил хорошо. Как материалисты видели. Она была из хорошей семьи. Она обеспеченная, в Германии жила. Потом очень красивая, хорошо одетая. То есть, ну, такой цивилизованный человек передовой был. И к ней на улице подошел Брамачари босиком. А мя там тхоти, там с дырочкой какой-то такой, знаете, застиранная. Худой. Несчастного вида. Чадра была так прохладная. У него чадра босиком ходил. С книгой. Глаза были здесь все такие нечистые, говорит, у него тут такие. И говорит, купите у меня, пожалуйста, книгу. И вы будете счастливы. Я подумал, как это сочетается с его счастьем вообще. Эта книга. Я говорю, читал эту книгу? Он говорит, да, читал. Будете счастливы. Я подумал, да, несчастный какой-то человек. И из жалости, говорит, я купил у него книгу. Вот это йога моя есть. Но они невинные, они безобидные, несчастные, странные, отреченные. Их ничего нет вообще. Ни денег, они по прошайке тут ходят. Ну, такие жалкие. Жалкие, смешные жалкие. Это общая характеристика материалистов. И тут я вспоминаю пример из биологии. Интересный пример из биологии. Есть такая мышка. Да, просто мышка. Хвост есть, да. Все на месте. Настоящая мышка. Но немножко шире голова, чем у обычных. Выглядит абсолютно невинно. Ангел. Глазки черненькие. Усики торчат, носик черненький, блестит. Ушки. Шерточка беленькая. Для змеи хорошая приманка. Она и есть приманка. Природная приманка. Она сильная змея. Змея подкрадывается. Когда бросается на нее, вкус на нее не действует. Она мгновенно вцепляется в уголку змеи. Убивают и утаскивают в нору. И обеспечено. Это Йога Майя называется. Нет, это Маха Майя. Обманывают даже, видите, змею. Я думаю, это моя добыча. На самом деле наоборот. Пропады приводил пример. Мышь роет нору. Работает, работает. Он запасается, запасается, чтобы жить. А змея заходит, съедает мышь и живет. Это Йога Майя так действует. Материалисты работают для чего? Для Советского Союза его уже нет. Все эти дома культуры использовали преданные в основном. Потом там никто не проводил. Там только пьянки были. И все. Там не было уже культуры никакой. Советская культура ушла. Там был период стагнации. Там не было никакой культуры. Там были одни пьянки. Там свадьбы какие-то. Не знаю, что-то еще. И все. Все дома культуры превратились в попоище. Единственная была культурная программа. Это то, что Харе Кришна проводил там фестиваль. Во всех ДК города. Все ДК города были заняты Харе Кришна. В Санкт-Петербурге в то время. Мы проводили там программы. Во всех ДК города. Все нас там знали. Это также был и в Екатеринбурге, и в Новосибирске, и в других городах. В те времена. Оказывается, дом культуры строили распространение сознания Кришны. Они не знали об этом. Вот эти смешные и жалкие. Да что вы, что вы. Нет, они будут в ДК выступать. Они потом снимают этот самый залы большие, спортивно-концертные комплексы в Москве для фестивалей. Они проводят ратхаятры по центральным улицам города. Все так и было. Смешные и жалкие люди. И все равно никто серьезно не воспринял. Ну как праздник? Ну нормально. Украшают нашу жизнь. Хорошо. А тут философия. Ба-ба. Ах, я не это тело. И у них пробоина в борту материализма. Корабль накренился. Титаник такой, знаете. Люди начинают сомневаться вообще в себе, в жизни, в общем устройстве. Вот. Потом институт прикладных духовных технологий. Это залп хороший был. Вот. Тут уже сдаваться пора некоторым. Уже руки вверх. И так вот постепенно. Видите, что происходит. Постепенно люди просто должны увидеть истину. Не надо бороться. Нужно просто увидеть. Сдача преданная. Показать истину, показать Кришну. Все. Все, что нужно. Итак. Девочки же, как мать, боялись за своего ребенка. Она же, как мать, она боится за Господа даже. Господь видит, что у меня вот робия. А вдруг Камса убьет его. Вот. Это Йога Майя так действует. Йога Майя главная из всех энергий Верховной Личности Бога. Веда говорится, что Бог обладает множеством энергий. Парайс и Шактир Витхайва Шруя Те. Эти энергии действуют внутри и вне всего сущего. И главная из них Йога Майя. Господь велел Йога Майя проявиться на прекрасной земле в Раджа-Пхуми во Вриндаване, славящемся своими многочисленными стадами чудесных хоров. Во Вриндаване в доме царя Ананды и царицы Ишоды жила одна из жен Васудея в Арахине. Тогда многие ядовы скрывались по всей стране от преследований Камсы. Некоторые из них жили даже в горных пещерах. Особенность Йога Майя в том, что она делает людей бесстрашными. Это такой как бы духовный наркотик. Мощный, просветляющая энергия. Самая сильная энергия. Это внутренняя энергия Кришны, его Йога Майя. Она все устраивает, все его игры, все необходимые вещи. Именно по явлению Йога Майи преданный считает Господа своим сыном или другом. Когда у него появляется это желание, Йога Майя обеспечивает ему это. Она входит в него прямо, в этого преданного. И он убежден. Кришна может сказать, что любовь такая сильная, что он забывает, что он Бог. Под влиянием Йога Майя это происходит. Он, конечно, помнит, что он Бог, но это уже на втором плане. Неважность становится для него. Это называется бесстрашным, не боится, любит. Йога Майя это вот эта энергия, такая любви могущественная. И вот эта Йога Майя распространяет сейчас в Авараджа Пхуми на преданных ядовов, кто предан. Они обретают бесстрашие и радость. Вот это вот странная вещь, потому что рассказать о Вриндаване того времени, это означает забыть о политике, которую Камса устроил. Политика была жуткая, все боялись его, все подчинялись ему. Это был диктатор. А во Вриндаване никто даже не знал, кто такой Камса. Предан имеет такой характер. Что там в мире? Америка, СССР, да, было такое. Правда? А когда это было? Я в вашем межбатериуме делал Прасад, служил Кришне. На этих шастрах ничего про Америку и СССР не написано. Это же временно все так. Значит, незначительно. Вот это предан. Не то, что он глуп. Нет, нет. Он может разобраться в этих вопросах. Но он не передает большого значения этой политике. Господь сказал Йога Майи. И так уже в пещерах в городе многие жили преданные. Господь сказал Йога Майи. В тюрьме Камсы покоятся, в Томяце, простите, в Томяце и Деваки Васудева. И сейчас в очреве Деваки находится мое полное воплощение Шеш. Шеша, ты должна перенести Шешу из чрева Деваки в чрева Рахини. Как интересно, а? Какое зачатие, смотрите. После этого я сам войду в лоно Деваки. И вместе со мной придут все мои энергии. Я появлюсь на земле как сын Васудевы и Деваки. А ты должна родиться как дочь Нанды и Ишоды во Вриндавани. Вот это на столе не получила Йога Майя. Сейчас Шеша находится в тропе Деваки. Моя экспансия. Сейчас ты придешь, Йога Майя, перенесешь Шешу в лоно Рахини, а сама родишься у Ишоды, девочкой. А я в это время войду в лоно Деваки. Подменю плод. Так, Камса не распознает ничего вообще. Где там восьмой сын? Я рожусь таким седьмым сыном. Он не увидит седьмого. Это все должно Йога Майя устроить. Можно привести негативный пример внутренней энергии, потому что очень трудно сейчас многим людям понять, что такое внутренняя энергия духовная. А вот с негативной точки зрения есть пример болезни. Болезнь можно сравнить с внутренней энергией. Внешне вам ничего не угрожает, как будто все хорошо. Строите планы. Вы сейчас чувствуете хорошо? На этом строите планы. Но не можете достичь почему? Изнутри приходит проблема. Болезнь. Или плохие мысли в голове появляются от событий, входят туда. И тоже вы расстроены, у вас нет энтузиазма. Это некая аналогия негативная с внутренней энергией. Только негативные энергии действуют позитивно. У вас нет причин, чтобы радоваться. Внешних никаких. А вы счастливы. Изнутри. Вот это внутренняя энергия. Чтобы мы имели представление, что такое внутренняя энергия. Это йога-майя. Поскольку ты явишься одновременно со мной, как моя сестра, не будешь быстро исполнять желания людей, жаждущих удовольствий. Они станут поклоняться тебе и полностью, и подносить всевозможные дары, благовония, цветы, свечи, а также различные жертвы. Люди, стремящиеся к материальному благополучию, будут почитать тебя в твоих многочисленных воплощениях под именем Дурга, Мадракали, Вайшнави, Кумуда, Чандика, Кришна, Мадави, Каньяка, Майя, Нараяни, Ишани, Шарада и Амбика. Это имена богини Дурги, супруги Господа Шивы. То есть, поскольку она быстро исполняет материальные желания, люди поклоняются в основном ей, в ведической культуре материалисты, все к ней стремятся. Кришна и Йога Майя явились как брат и сестра, высший обладатель энергии и высшая энергия. Хотя между самой энергией и обладателем нет отчетливого различия, энергия всегда подчинена обладателю. Вот тут есть пища для размышлений философам. Различите, пожалуйста, эту энергию от обладателя энергии. Обладатель энергии не является энергией. Как мы больше законами физики сейчас мыслим, что все есть энергия. Эта концепция разрушила все человеческие отношения. Человек как энергия, когда рассматривается. А он личность. Тот, кто обладает энергией. Это разные вещи. Вот тут не хватает разного человека различить энергию от обладателя энергии. Не хватает, говорит, все одно одинаковое, все браман, все едино. А тут, говорится, нет. Есть энергия и обладатель. Обязательно. Если вы видите энергию, всегда есть обладатель. Если вы говорите природа, чья природа, сразу спросите. Не бывает просто природы. Чья-то природа. Материалисты поклоняются энергии, а трансцендалисты ее обладателю. Вот вся разница. Все есть энергия. И они энергию почитают. Кришна — верховный обладатель энергии, а Дурга — верховная энергия в материальном мире. Люди, следующие традициям ведической культуры, почитают как энергию, так и ее обладателя. Как энергию, так и ее обладателя. Существует тысячи храмов Вишну, тысячи храмов Деви. Иногда им поклоняются одновременно. Почитатели Дурги, внешней энергии Господа, могут легко добиться всевозможных материальных благ. Но тот, кто хочет возвыситься духовно, должен развить в себе сознание Кришны и поклоняться верховному обладателю энергии. И так легко можно обрести, оказывается, материальные блага, поклоняясь богине Дурги. Гораздо легче, чем создавать целую материальную цивилизацию и станки, и заводы, и нефть качать, и вырабатывать топливо, и строить самолеты. Гораздо легче можно добиться успеха, поклоняясь Дурга Деви. Демоны так все и делают. Они поклоняются Дурги, Шиви, Ребрами, и обладают могуществом любым. Пожалуйста. Господь также сказал Йога Майи. Мое полное воплощение Ананте-Шеша находится сейчас в лоне Деваки, поскольку он будет перенесен в лон Арахини, его будут называть Санкаршина. Он станет источником всей духовной энергии. Балы. Бала, с помощью которой можно познать высшее блаженство, именуемое Рамана. Поэтому мое полное воплощение Ананта после своего появления на свет прославится под именами Санкаршина и Бала Рама. Вот это наставление они получают. Должны это выполнить. Источник духовной энергии. Бала Рама. Кришна — источник Бала Рамы. Все находится в Кришне. Бала Рама проявляет эту энергию. Например, у меня есть какие-то способности, как у любого человека, и их нужно еще проявить. Нужна необходимая Бала Рама. Бала — сила необходима, интеллекта, чувств и ума, и речи. И Рама на ощущение некого-то вдохновения, счастья. То есть, чтобы проявить какие-то способности, я должен учиться этому. Мы видим, что талантливые люди, именно они хотят выражать свои способности. Вот это при помощи энергии Бала Рама происходит. И также, если мы хотим проповедовать сознание Кришны, это только при помощи Бала Рамы можем делать. Он станет источником, как бы, наших способностей, которые мы хотим занять в служении Кришне. Когда они не заняты в служении Кришне, как будто бы нет, они бездействуют. Они есть, эти энергии. Но их нужно еще проявить. Когда они проявляются, только в служении они проявляются, видимо иметь, в служении Кришне. Когда с ним связаны, что это его энергия, на самом деле. А это при помощи Бала Рама происходит. В Апанишадах сказано Это значит, что в высшей ступени самосознания нельзя достичь без милости Бала Рамы. Слово Бала не означает физическую силу. С помощью физической силы нельзя обрести духовное совершенство. Для этого нужно обладать духовной силой, которую дает Бала Рама, Санкаршина, Ананта или Шеша. Источник силы, которая удерживает планеты на их орбитах. Многие люди думают, что фитнес-клуб — духовное развитие. Физически они работают, тело выворачивают и так, по всяким методам. И там напрягают, накачивают. Бодибилдинг. Вот видите, какой дух у меня. Тело такое могущественное, и кажется, что и душа такая же сильная. Вот так вот, тунете, и он пойдет духовно. Приморейшие трудности человек не удерживает. Антураж такой называется. Здесь духовная сила, говорится, нужна, чтобы духовно продвигаться. Недостаточно ходить в фитнес-клуб. В материальном мире ее называют гравитация. Но в действительности это проявление энергии Санкаршины. Никто еще не объяснил, что такое гравитация. Ученые сейчас не могут толком объяснить эту вещь, потому что многие сейчас говорят, что гравитации нет. Что-то другое нужно по-другому назвать. Баларама Санкаршина — это духовная сила, изначальный духовный учитель. Поэтому Господу, Господа Нитянанду Прабу, который является воплощением Баларамы, называют изначальным духовным учителем. Духовный наставник — это представитель Баларамы, проявление Верховного Господа, наделяющего людей духовной силой. Читание Черитамрити подтверждается, что в духовном учителе есть воплощение милости Кришны. Значит, если мы проповедуем, наша задача — наделить духовной силой людей, которые слушают, передать эту силу духовную. То есть это и есть воля Баларамы. Распространить Кришну, Санкаршина, он распространяется. Он всегда распространяется безгранично. Это Баларама. А зачем он распространяется? Кришну распространяется. Для Кришны он это делает. Это сам Кришна и одновременно Баларама. Между ними нет разницы. Это одна и та же Личность Бога. В то же время, видите, он проявляет различные экспансии. Удивительно все это слушать. Получив приказание Верховного Господа, Йогамая пояснительно обошла вокруг него, а затем, выполняя его волю, проявилась в материальном мире. Когда Йогамая, Верховная Энергия Всемогущего Бога, перенесла Господа Шешу из чрева девоки в чрева Рахини, обе женщины находились под властью ее чар, называемых Йога Нидра. Такой сон йогический. Они ничего не поняли, что происходило. Когда это произошло, люди подумали, что седьмая беременность девоки неожиданно прервалась. Таким образом, хотя Баларама сначала стал сыном девоки, он позже был перенесен в лоно Рахини и появился на свет как ее сын. Вслед за этим Верховный Господь Кришна, повелитель Всего Сущего, всегда готовый защитить своих чистых преданных, вошел в ум Васудевы. Вот как все началось. В ум своего отца. Иногда мы видим, что люди хотят ребенка. У них такая мысль появляется, они не могут избавиться от нее. Хотят ребенка. Вот так это происходит. Это разные вещи, хотеть сексуальной жизни или хотеть ребенка. Если мы хотим защищать ребенка, нужно думать о ребенке, о ребенке. Ни о чем другом думать. Вместе с ним в ум Васудевы вошли все его непостижимые энергии. Преданный может думать о Кришне, а это ведь, что означает тут. Он не смешной и жалкий, потому что если он думает о Кришне, все энергии присутствуют Кришне в его уме. Это значит, что Господь Кришна сначала проявился в безукоризненно чистом сердце Васудевы, а затем переместился в сердце девоки. Он не был внесен в лоно девоки обычным путем, вместе с семенем. Верховный Господь, обладающий непостижимой энергией, может явиться любым способом. Ему нет необходимости рождаться, как рождаются обычные люди. В результате оплодотворения лоно женщины. Когда Васудевы носил в сердце верховную личность Бога, он был подобен яркому солнцу, чье сияние нестрепимо для обычного человека. Господь, находившийся в чистом сердце Васудевы, не отличался от изначального Господа Кришны. То место, где является Кришна, особенно если это сердце человека, называется Дхама, особенно сердце человека. Слово Дхама относится не только к образу Кришны, но и к Его имени, качествам и окружению. Все это проявляется одновременно. Одновременно все это называется Дхама, обитель. Обитель имени, обитель игр, обитель его форм. Итак, Верховный Господь в своем вечном образе со всеми своими энергиями переместился из ума Васудевы в ум девоки. Подобно тому, как последние лучи заходящего солнца передают эстафету восходящей на востоке луне, Кришна, Верховная Личность Бога, перешел в тело девоки из тела Васудевы, не подчиняясь законам, которые властвуют над обычными живыми существами. Солнце заходит в эту сторону, свет в противоложной стороне, видим луну одновременно тут же. Как только заходит солнце, появляется луна. Такой пример интересный. Из ума Васудевы в сердце девоки. Так вот, он перешел. Вот таким образом. Вот и все. Так, девоки забеременела Кришна. Поскольку Кришна находился в луне девоки, там же были и его полные экспансии, такие как Нарайна, и все аватары, Господь Тресимха, Вараха и другие, они тоже не подчинялись законам материального мира. Так луна девоки стала обителью Верховного Господа, которому нет равных и который является источником всего сущего. Эта девка стала обителью абсолютной истины. Она находилась в тюрьме у Камцы. И поэтому была похожа на тлевящий в кувшине огонь или на знание, используемое не по назначению. Ну, это значит, Дхама попадает под управление материалистов. Она остается Дхамой. Но они с ней делают, что хотят, бывает. Когда-то во Вриндаване там садху подняли бунт, революцию. Революция была. Выступили все садху Вриндавана. Когда-то это было, не помню, рассказывали мне, что правительство того штата приняло решение предложить железную дорогу через Холм Гавардхан. Ну, пробить там туннель и все. Пустили поезда там. Так происходит. Вот вам обитель Дхама святая. И все садху выступили против, защитили. Отстояли это. Ну, поскольку в Индии правительство все-таки понимает эти ценности духовные, напомнили они. Согласились. Девоки удивительно. Чистая, преданная, освобожденная душа. Кришна в ее лоне. Она вся пронизана сознанием Кришны с ног до головы. В тюрьме у Камс. Находится. Когда огонь скрыт стенками глиняного кувшина, никто не видит его пламени. И когда знания используются не по назначению и не приносят людям пользы, никто не ценит его. Так как девоки томилась в тюрьме во дворце Камсы, никто не видел ту неземную красоту, которую она обрела, потому что носила во чреве верховную личность Бога. То есть какую красоту обрела девоки, остается тайной. Никто не видел. Ну, конечно, видел, потому что здесь будет описываться. Полубоги увидели это. Сразу явятся полубоги. Но здесь мы остановимся. Вот какие-то вопросы, пожалуйста. Молитвы полубогов. Скажите, пожалуйста, мантра Харикришна существовала еще до пришествия Господа Рамы? Она всегда существовала в мантрах, Харикришна. Она дается в шастрах. Господь Брама не еще говорит, Харикришна, Моломаха мантры, что для века кали это будет лучший способ устранения всех препятствий, всего неблагоприятного. Она всегда существует, Моломаха мантра, навечное. Как сказать? Шастра — это не что-то придуманное в какое-то время цивилизации. Это вечное знание. Это вечные мантры. Это вечные истории. Нерсимхадев всегда убивает Харикришку где-то и сейчас. Вараха и где-то сейчас поднимает, спасает землю в каких-то вселенных. Это вечные аватары. Это вечные ливы. Ничего как бы нового нет. Но всякий раз это происходит по-новому. Как стрелки на часах. Одно и то же, но всякий раз что-то происходит разное, другое. Это вечные циклы. Вечные ливы. И также мантра — это тоже вечная звуковая вибрация из духовного мира, не из материального мира. Как она приходит? По цепи ученической преимуществ от Брамы сначала она пришла. Это маха-мантра. Это не то, что сразу дается. Это господочитание сразу дает маха-мантру. Век Кали именно. И так это сокровенная мантра. Те, кто уже предается Кришне, знают, что такое маха-мантра. По-настоящему. Господочитание дал ее даже начинающим, людям непреданным, как средство для очищения. что Век Кали — это лучший путь. Скажите, пожалуйста, йога-майя — внутренняя энергия от Кришны. И как Харани тоже внутренняя энергия от Кришны, как в этом разобрать? Йога-майя — внутренняя энергия разнообразна. Йога-майя устраивает игры для Господа. Да-да, кто же первый? Господь или Йога-майя является? Радхарани или Кришна? Кто первый? Как вы думаете? Если Кришна — источник всего, Радхарани — значит, вторая уже получается. Баларама — третий. Нет, они все вечные. Ну вот это парадоксы материального мышления. В духовном смысле мы должны просто принимать, как оно есть. Абсолютная платформа, потому что нужно постичь абсолют, и мы сможем понять эту философию чинти апхеда-бхеда-татва. Непостижимое действие и различие одновременно. Кришна — источник всего, но все энергии вечны. Приятно. Тогда почему речь идет об источнике? Радхарани существует для Кришны, Баларама — для Кришны, Вишну поддерживает для Кришны, все для Кришны. Так понимается источник. В материальном мире источник означает вот начало, а потом уже периферия пошла от центра, удаляется. Это материальное измерение во времени и пространстве. Источник может истякнуть так же, когда все энергии расходуют. Это в материальном смысле так. В духовном нет разницы между источником и проявлением, и в то же время они отличаются. И она пропадает пример огня. Огонь излучает свет и тепло. Ведь и свет, говорите, огонь. Тепло, говорите, огонь. Но тепло и свет отличаются от огня. Это тоже огонь, но они отличаются от огня. Вот такие примеры даются, чтобы вы могли представить немножко, что такое духовный мир. Поэтому йога, майя, и Кришна, и Радхарани, они вечно существуют. Но всему начало дает внутренней энергии развитию. От Радхарани уже появляются все эти экспансии, которые служат Кришне. Это женское начало. У нее много экспансий. Йога, майя, она устраивает все это. Организовывает все это. Это отдельная энергия. Ну-ка, Маханач, вот когда идет описание к Кришне, там же йога, майя, даже тоже там разные энергии. когда Кришна убегает от Маунишоды, и там одна энергия, а когда и по шахте включается другая энергия, да, то есть там, она тоже неоднородная, потому что там очень много, наверное, в юг, йога, майя. А, она управляет этими энергиями. Управляет. То есть они тоже все висотворенные, да? Йога, майя, в Абриндаване, это образ духовного учителя, который гуру для всех. Вот что она скажет, все то и делают, без вопросов. Потому что Йошода, она хотела Кришну, Кришну женить на Радхаране изначально. Понятно было всему Вриндаву, но что вот пара. Их было видно сразу же. И она прикрыла в гости, там Кришне, Кришна к ней приставала еще в детстве постоянно, ну а кто еще? Ну вот она, невестка, все, моя невестка, она и взяла ее и посватала. А просто посватать в деревне, если мать берет эту девочку, свою невестку будущей, ладошки куркумой мажет, все, и выйти теперь на улицу и все увидят. Кто сделал? Йошода, все поняли. Невестка Йошоды. Значит, будет свадьба. Все ждут, когда свадьба. И тут приходит Йога Майя к Йошоде. Она высокого роста, она огромная, Йога Майя. Всегда серьезная, дает наставление. Бабушка Пранамасию зовут себя с таким почтением, Гранд Мазы. Все ее слушают. И говорит, Йошода, Кришна не должен жениться на Радхаране. И все, что она сказала. И говорит, хорошо, это Йога Майя, это ее сила. Все, никаких претензий, никаких обид, ничего. Все, Йога Майя сказал. Закон. Незыблемый. Жениться должен Абхиманию на Радхаране. Ну, это глупость последняя вообще, поймите. Ну, здравый смысл, понимаете. Да-да, весь времен он понимает, ну, какая глупость, какой он муж вообще. Да он не различает корову и человека. Он трансцендентный глупец. Он вообще не знает, что такое супружеская жизнь, зачем она нужна вообще. Он понимает количество коров, что можно продать, купить, это другой вопрос. А это зачем? Он не знает вообще. Нет у него этой пхавы вообще. И все думают, ну, это же, это же невозможный брак. Кто сказал, Йога Майя? А, ну, значит, так надо. Она служит Кришне, значит, за этим есть воля Кришны, все понятно. по этому обхиманию, поэтому обхимания женится на дхране, а Кришна становится любовником. Вот что делает Йога Майя. Вот она цель. Паракия Раса должна быть. Это вредаван. Никакой свакии. Паракия. А в Двараке там только свакия Йога Майя устраивает. Вот, хочешь жену, Кришне говорит, завоевывай. по закону все, как шатри. Это в Двараке. Свакия работает. А там Баракия. Поэтому Йога Майя может делать все, что может делать Маха Майя, но и то, что не может делать Маха Майя, вот это Йога Майя в духовном мире. Такого в материальном мире никто не сможет сделать. Никто не послушает того человека, кто скажет, твой сын, твоя дочь должна выйти замуж за этого дурака, а не за того, кого любят вот эти вещи, вот это не надо делать. Вот за этого идиота лучше его дать. И все скажут, конечно же. Маха Майя не позволит, обычный рассудок не позволяет это. Это Маха Майя называется. Йога Майя это другое совсем. Это духовная энергия. Под влиянием Йога Майи человек отказывается от мяса духовной жизни. Под влиянием Йога Майя контролирует чувства. Отказывает от всего неблагоприятия. Под влиянием Йога Майя это только возможно. Маха Майя скажет, зачем? Это же приятно все. Материсты под влиянием Йога Майя, преданным под влиянием, то есть Маха Майя, преданным под влиянием Йога Майя. Поэтому они могут это делать. Она может больше делать. Невозможные вещи делать Йога Майя, которые вообще не могут даже представить обычные люди. Люди всегда боятся по-разному. В Веккале они просто боятся смерти, скажем. Просто. Как любое живое существо боится смерти. Так же и люди в Веккале просто боятся смерти. В них есть страх. В те времена страх был выше в том смысле, что люди боялись за Дхарму. Например, Дхарма это моя семья. То, что должен выполнить свой долг по отношению к семье, к роду или там социальные какие-то вопросы. Они очень ценили эти вещи. То есть долг, исполнение долга. И они тоже боялись. Тоже боялись. То есть, например, прерывать род считался грехом тогда. Ты должен иметь сына обязательно. Оставить сына после себя. То есть были свои правила жизни, и люди боялись нарушать, боялись прерывать это все. Не заботились, как бы выше. у них была забота выше, чем у обычных живых существ. Которые просто боятся смерти и все. Поэтому, конечно, страх всегда есть, но он разного качества может быть. Пхимасена очень боялся умереть в объятиях змеи, питона. Сильного питона. Тот был проклят и нахуша полубог. И даже нахуша удивился, говорит, ты же пхимасена, ты же кшатри, ты же не боишься смерти. А ты сейчас плачешь вообще в моих этих вот тисках. Он сказал, так я не себе же плачу. Я готов умереть. Если я кшатри, я в любой момент должен быть готов умереть. Я очень боюсь, что Ют-Иш-Сира, когда будет война, проиграет битву, если меня не будет. Я хотел бы выполнить свой долг воинский там, для чего я, собственно, родился. Вот, что он боялся. Великие демоны, они уже действуют как великие преданные, их Кришна лично убивает. Поэтому они в ад не идут, они очищаются. Между великими демонами и великими предами разница небольшая. Они достигают духовной платформы. По-разному, но духовно платформы. А когда поклоняются дурги, шиви, они тоже должны иметь контроль чувств, благочестия какое-то. Есть шанс, что они могут осознать Кришну. Не все люди, которые поклоняются Шиви, дурги, демоны. Ну, материалистично просто. Но в этом поклонении они могут понять их зависимость от Вишну, от Бога. Так осознать Бога. Визическая культура, она хороша и в этом смысле слова. Даже поклоняясь полубогам, человек может постепенно осознать Бога. она не персональна. Например, Кеша в Акашмире поклонялся богине Сарасвати и обрел дар феноменальный, он ее память была, сверхъестественная память, запоминал все, один раз услышав или увидев все, абсолютно все. И мог спонтанно говорить стихами. Это такое чудо было света. Кеша в Акашмире. С ними никто не мог состязаться в спорах философских. С такой памятью и с такой способностью. Боялись его просто все ученые. А он поклонился богине Сарасвати, богине учения, знания. И она к нему как мать относилась, такие близкие отношения развились, и он получил этот дар. Но когда Верховный Господь в форме Господа Четан явился перед ним, он стал совершать ошибки в его присутствии. Стал стихи Ганги излагать по просьбе в соревновании с ним. Сто шло на санскрите сразу на одном дыхании. Прославил Гангу и допустил пять ошибок. Пять ошибок допустил, представьте. Не одну ошибку, а пять ошибок допустил. Причем элементарные ошибки там, тавтология где-то было, где-то что-то еще. Господь Четан запомнил все эти сто шлок, указал после этого сразу на пять ошибок в каждом по номере стихов. И Кешу в Акашмире потерял дар речи после этого. Если все перед ним теряют дар речи, то здесь он потерял дар речи. Но он ушел с обидой, он был очень настроенный. Разбитый его ложное эго, ученого, знаете, во сне пришла богиня Сарасвати к нему. И он тут же сказал, мать, что же ты позволила меня так опозорить. Ты всегда даровал мне этот дар, как бы я считал, что этот дар будет всегда со мной, чем же я согрешил против тебя, что я совершил такие простые ошибки. Почему ты меня не поддержала? Она так разгневалась Сарасвати и говорит, ты на самом не такой глупый что ли, ученый? Ты такой глупец оказался? Ты что, не видел, кто перед тобой? Это же мой муж, супруг мой был, я перед ним рта не могу раскрыть. Верховный Господь, вот она его толкнула к нему, видите, богиня сразу. Она так стала преданной. Поэтому есть шанс к тем, кто полу-богам, полубоги преданные Кришны, есть шанс такой связи обвести. Как избавить ум от самом мнения? Ум? Невозможно. Ум основан на самом мнении. Ум это также проявление Аханкары. Поэтому нужно освободиться от Аханкары. Каким образом? Ум нужно занять прославлением Кришны, Киртаном. Вот это самое лучшее занятие для ума. Также можно прославлять в Айшнау, видеть нехорошие качества учиться. Например, мы сталкиваемся друг с другом, бабах, искры полетели и увидели, ой, какой негодяй. Я не знал вообще. Какой негодяй оказался. А еще преданный. И вот тут нужно опять снова вспомнить все его хорошие качества. Это для ума занятие. Вот так мы заболем себя от самомнения. Скажите, пожалуйста, если становится тяжело практиковать, значит ли это, что Кришна проверяет нашу решимость? Веру, решимость, можно так сказать, да? Вера так проверяется, решимость так и... Решимость это проявление веры, конечно же. Можно так сказать. Проверка. это Майя устает. Маха Майя, не Йога Майя. Маха Майя устраивает подножки эти. Мы едим прасад, и в первый раз думаем, ой, ой, как хорошо, экстаз, сознание Кришны прекрасное. Маха Майя в следующий раз на какой-нибудь прасад несоленый. Нам уже не нравится не Кришны. Это проверка. Это просто проверка. Человек одевается, одевает хоть и уже дошел до того, что чилоки ставят, уже мантру повторяют. Его все поддерживали, хвалили, такой преданный все делает, замечательный и так далее. И вдруг делали замечание в одном. И все, расстроился и ушел. Все, движение нехорошее все. Это подножка от Махамай. Проверка. Вот так она безжалостно действует. Если в этот момент он не обратится к Кришне, он отойдет. Но тот, кто обращается к Кришне, остается. Кришна его тоже защищает. Это есть проверка. Куда он пойдет после этих экспонентов? Туда или сюда? К Кришне или ко мне? Маю? А это мой преданный. Он мне будет поклоняться делать то, что я хочу. Кришне обратится, Махамай говорит, ну, ничего не могу поделать. Кришна мой господин. Как вера помогает в повторении святого именуку? Ну, это главный фактор. Если мы читаем 9 главу, 3 стих Бхагавадгиты, там написано Ашрадатана Паруша, что без веры вообще невозможно никакой прогресс. Снова человек оказывается в самсаре, в цикле рождения и смерти. Если он практикует без веры, то не приносит правильного результата. Поэтому это самый важный фактор для духовной жизни, вера. мы верим в Кришну, а кто видел? Нас сразу материнцы спросят, а почему вы верите? Вот это наше желание, это наша вера. Вот этим мы отличаемся. Мы можем услышать про Кришну это достаточно. Это вера. Если мы знаем, что Кришна Бог и его слуга, это полная вера. Вот когда с такой верой человек повторяет махамантру, в этой жизни обретает любовь к Богу. В этой жизни. Это все очень просто, формула очень простая. Шрада намабхаз называется это. Намабхаз это воспевание с умственными усилиями, когда мы пытаемся сосредоточить ум и именно о Кришне думать во время воспевания. Связывать звук Хари-Кришна мантры с Кришной, с личностью Кришны. Это намабхаз называется усилие. Не отвлеченными мыслями, а именно вот на тему Кришны мы связаны при помощи умам это делаем. Это намабхаз. Это усилие, потому что чистое воспевание без усилий не нужно никаких усилий. Спонтанно. Есть два вида намабхаз шрада и ашрада намабхаз. Харинамат Читам они это описывают. Тот, кто воспевает ашрада намабхаз без веры, он не совершает оскорблений даже, но без веры. Он приходит в браман таким путем, в имперсональное представление Кришны. Или в Майаваду. Это путь в Майаваду может пойти. Это воспевание без веры верховную личность Бога. Тоже видите, духовный прогресс есть, но куда оказывается вот туда. Если же мы верим в Кришну, в его лилы, в его форму, могущество имени это шрада он ведет к премии. Поэтому решается все не на уровне Нама Апаратха, но на уровне Нама Аббаз выбор окончательный будет. Нама Апаратха это просто процесс очищения. Очищаются и персоналисты Майавады идут путем очищения, и буддисты идут путем очищения, и религиозные люди тоже идут путем очищения от пороков. Это одинаковая практика у всех. Путем отречения очищения идут. А решается окончательно все уже Нама Абхаз. Вот когда мы имеем дело с личностью Бога, и с его персональной во что мы верим, с какой верой мы это делаем. Пропада хотелось, чтобы мы верили в Кришну, чтобы обрели любовь к Богу. Ведь многие спрашивают люди, как обрести любовь к Богу. По вопросам сейчас можно судить. Люди слушают, даже новые слушают какие-то знания о Бхагавадгите, и говорят, ну, любовь к Богу здорово. А как? Где? Любовь означает связь с личностью. Она не безлична любовь. Вот так нужно обрести. Нужно о Кришне слушать, о личности Бога слушать, о его форме, о его качествах, о его имени, о его деяниях. Вот о нем нужно знать. Тогда будет любовь к Богу. Иначе все это опять опрессионально, опять мы идем в Браман. Сколько было таких попыток религии? Много. Большинство людей ушли потом в Браман, а потом в Майе вообще. Через религию все было. Потому что нужно верить в личность Бога. Материальные желания в этой жизни приходят из прошлых воплощений? Материальная жизнь? Материальные желания в этой жизни приходят из прошлых воплощений? Да, да. Это уже есть у нас в форме желания это семена. Они как семена находятся, скажем, и вот в этом теле мы воплощаемся, а семена там не проявлены еще, не взошли. Вот маленький ребенок, но он же вырастет, у него проявится желание, верно же? Проявится. И так далее. Вот какие эти желания проявятся? Вот эти семена определяют. Эти семена посажены прошлой деятельностью, прошлой жизни. два похожих вопроса, сразу задам. Почему так тяжело служить самым близким, а другим проще? Второй вопрос. Как развивать смирение по отношению к мужу и проявлять гнев к нему? Верно ли то, что если муж недоволен женой, это значит, что Кришна недоволен? Странно, почему? Смотря какой муж, я не знаю. Если муж преданный, может быть. Может быть, это имеет место быть, если муж на самом деле преданный, если чистый преданный, то точно так. А если материалист, то при чем тут муж вообще? Как вообще его с Кришной связывать? Если какой-то греховный человек, ваш муж, если в этом случае, я не думаю, что какая-то связь нужно проводить с Богом. Вы же говорили, что все наши отношения отличаются. Это положение занимает такое, но не соответствует. Это еще хуже. Это еще хуже. Да, по сути дела, это и не муж. Это формальность. Мужчина. Потому что у мужа есть определенные обязанности, ответственность за семью, за духовные, за материальные. Если нет никакой ответственности за духовное, то это не муж. Мы так называем конечно по факту, но согласно культуре высокой, муж это духовный учитель. Прежде всего. Это не просто мужской пол. Автоматически он муж. Нет, это самец тогда мы скажем. У самца тоже может быть семья. Почему нет? Я извиняюсь за это. Но если так кардинально рассмотреть, принципиально рассмотреть сначала. И не бывает конечно просто одних самцов. Понятно, что каждый человек имеет какие-то склонности духовные или околодуховные или что-то считает духовным. Но чтобы разобраться в этом, вы должны знать, что пропад говорили очень строгую вещь. Он говорит, что жена не обязана служить падшему мужу. Не обязана. Нет такой обязанности. Если он ваш преданный муж, другой вопрос. Гурум мы так обочины набираем падший муж. Можно уйти. Все. Ухожу. Вот как мы обучились. Это естественное произойдет. И вы не должны печалиться на этот счет. Это произойдет уже по милости Кришны. Как это произойдет, это не должно быть просто вашим решением о том, что прочитали это. Вы живете и выясняется, что жить уже не можете ни тот ни другой. Вот как это происходит. Кришна вас освобождает таким путем. Не то, что вырушите семью, она сама распадает. Она сама распадает эта семья. Это воля Кришны, потому что падшему мужу служить нельзя. Если же вы служите падшему мужу, вы просто становитесь падшим, да и все, и живете с падшим человеком. Сохраняйте просто эти отношения, ради этих отношений живете. Но если вы продолжаете свою духовную практику, а брак распадется сам по себе. Это невозможно. Это же может быть в ход живой дуэр, что я служу и непреданный может быть, но он же может быть выполнить свой дуэр. Да, потому что они тоже разные бывают. Бывают непреданные, но не обижают, не падший человек, не падший. Он уважает эти принципы, благочестивый человек, так скажем. Это легче будет, конечно, намного легче. Как развивать время отношения к мужу и нервосем его? И первый вопрос был, как служить к к к к к к к к к человеку и сам нерв и чужих может быть. Я не знаю, почему преданно идеализирует, почему не гневаться на мужа? Кто сказал не гневаться на мужа? Верно ли в том, что если муж недоволен женой, это значит, что Кришна недоволен? Смотря какой муж. Скорее всего, нужно на гуру смотреть, а не на мужа. Если гуру недоволен, другой вопрос. Это точно Кришна недоволен. Что касается мужа, это вопрос уже, нужно знать детали. Не абсолютная тема. женщина должна вдохновлять настроение в доме, а женщина зависит. Женщина должна терпеть и так далее. А сейчас нет, не должна терпеть и так с одной стороны вздох, а с другой стороны женщина категорична тоже. И ревха, ну все точно. Все прямо как говори Буру Махарану. Сейчас вырежут и будем всем жить хорошо. Разводы величины. Что важно, чтобы и женщины и мужчины развивали это сознание некричное. Вот что важно. Это важнее, чем все остальное. Вы думаете, что семья важнее в этих вопросах? Нет? Как мужу, к преданному или как душе, если жена преданная, если такой вопрос, то мы понимаем все трудности, которые нам привозят близкие люди, мы понимаем как от Кришны кого-то урок. Ну и урок, да? Урок? То, что Кришна нам посылает, эти испытания, не так понимаем. Ну, может быть, вы просто были так резко, что Бог не доволен. Если вы жертвуете своей духовной жизнью ради семьи, это глупо. Это последняя глупость. Если вы жертвуете своей духовной жизнью ради семьи, это глупость. Поймите эту вещь. Такая семья вам не принесет и никому не принесет ничего хорошего. Кошки и собаки тоже женятся. Свиньи рожают детей. Так говорит собака в этом. Чем отличаемся с этой точки рождения от животных? Они спариваются, у них тоже есть дети, они тоже их кормят, выращивают и так далее. И то, ради этого мы живем. Это уже выбор, конечно, можно. И ради этого жить, никто не против. Выбор нужно терпение, не сразу нужно принимать категоричные. Все может меняться, муж может меняться и так далее. Мы на это уповаем. Мы не спешим с выводами, но сейчас мы обсуждаем Бхагават. Простите меня, если вы не знаете Бхагават, вы не справитесь с Майой, вы в этих компромиссах запутаетесь. Вы должны знать, что семейная жизнь является целью и смыслом человеческой жизни. Смысл является абсолютная истина. И ради этого семьи создаются. Ради этого общества создаются. Ради постижения абсолютной истины. Все ради этого, а не наоборот. Абсолютно истина должна служить моей семье, моим детям, моей зарплате. Это глупость. Вот Бхагаватам нужно знать, а потом уже пожалуйста компромиссы, если так нужно, кому-то компромиссы с нисхождением, но сначала должны знать Бхагаватам. Не скрывайте абсолютную истину. Светильник под стол не ставят, дорогие мои, на стол ставят. Все должно быть видно, ясно. Можете жить в компромиссах, но знать истину. А мы живем в компромиссах. Так и есть. Что думаете, все мужья что ли прежны, все жены что ли прежны? Да нет. Компромиссы на каждом шагу, но мы знаем Бхагаватам. Поэтому прогрессируем. часто выросли вначале о том, что жена должна служить мужу и всех религиях так. И в социальности, особенно на информации, и у нас тоже через все роды. Знать, что жена не нас очень как что муж как муж. Если мы берем эти хорошие принципы из религии, так, из этих традиций духовных, брак это духовная традиция. Если мы берем это из духовных традиций, то сначала мы должны постичь саму традицию, а не идею брака. Взяли оттуда идею брака, понравилось. Сначала нужно понять всю традицию, цель этой традиции. Тогда будет понятно для чего брак создается. Брак мы туда взяли, а традицию выкинули. Вот такое своеволе человек поступает со священными книгами. Он не понимает, но берет то, что ему нравится, и считает, что это совершенно. Сам так решает. Ну и к чему мы приходим, дорогие мои? Одни разводы вокруг. И кто сейчас в семье счастлив? Редкие единицы какие-то. И продолжаем бороться за свое невежество? Не надо. Давайте истину знать. Нужно знать привязанность. то, что вы называете это просто привязанность. Обычная привязанность, мужская и женская, когда брак создаются, дети повезутся. Это привязанность остается. Там может быть уже нет ни любви толком, ни дхармы, ни смысла жизни, но привязанность есть, и это больно. Больно, даже когда плохой брак распадается, это очень болезненно, потому что привязанность есть, чувство человеческое. Вот на основании привязанности мы сейчас обсуждаем эту тему брака. Нет, на основании божественного принципа нужно обсуждать, а не на основании привязанности. Что, если алкоголик привязан к водке, должен на основании его привязанности с ним общаться, его философию давать? Если мужчина к женщине привязался, должен на основании этой привязанности давать ему философию? Мы все привязаны, но мы должны знать абсолютную истину. Которая нас постепенно освобождает. Это самая больная тема, потому что это и есть как бы вот эта хватка Майи, мужчина и женщина. Сильнейшая хватка, очень болезненная. Люди говорят, вы против семьи иногда, они очень боятся, очень болезненно это. Да, почитайте Бхагавата. Это правда. Семью еще создать надо нормальную. Институт брака. Знаете, сколько сейчас уйдет поколений, что мы создали институт брака в обществе, если мы займемся этим? Сейчас мы хотя бы должны заложить какую-то основу для того, чтобы наши дети уже прошли шаг дальше сделали. Несколько поколений нам нужно сейчас, как минимум семь поколений может быть, я не знаю, чтобы создать какой-то видимый же институт брака, настоящий, крепкий. А вы сейчас рассчитываете жить уже по ведущим принципам? Нет, мы сейчас говорим не так. Мы говорим на практике, что муж и жена сейчас не должны жить по ведущим принципам, а должны дружить сначала, научиться. Один ученик Прабхады сказал, в ведах написано, что муж представитель Бога для своей жены, Прабхад. Женился он. Он говорит, у тебя хватает наглости это говорить о твоей жене? Он спросил Бога, у тебя хватает столько наглости с жене своей сказать об этом? Ты что, ведущий муж или что? Ты там прочитал, видишь, что-то. Нет сейчас такого ведущих мужей. Дружите на равных. Станьте друзьями. Вот с этого начните. Применяют вот такие вот с потолка стандарты. Муж тебя бьет ногами, ты ему слушать, слушать ноги. Ты покорная жена, ты ведущая жена. Это не ведущая жена. Это тамагуна какая-то. Отвращение вызывает такое поведение сознания. Женщина должна быть красива, умна. Она должна знать, с кем связывает свою жизнь вообще. Должна быть верна также принципам, прежде всего. Честности, прежде чем мужа еще выберет. Духовный принцип, потому что она будущая мать, она будущая бабка, она будущая прабабка, она в роду находится, поймите. Эта женщина, у нее ответственность есть, чтобы стать женой. А где эти женщины? Где сейчас такие мужчины? Так хотя бы подружитесь сначала. Просто уважайте друг друга. С этого давайте начнем. И немножко добавляйте туда сознание Бога. Добавляйте в свою жизнь. И детей разъясняйте. Сами учитесь. И учите детей. Вот давайте начнем этот процесс. Если мной недоволен кто-то, просто из друзей, родственников, просто детей, могу не так думать, что Бог недоволен, раз как человек недоволен. Доволен, недоволен, это мая. Это материальная как бы сфера наших чувств и отношений. Если мы говорим о Багаватам сегодня, то наше дело распутать эту маю. Доволен, недоволен, не думайте, что если кто-то мной здесь доволен, то у меня все хорошо, пока Кришна не будет доволен. О, сосед доволен, все, будем жить хорошо тебе. Или сосед недоволен, будем жить плохо. Да, это тоже есть. Но это мая. Вот это нужно распутывать. Есть правила предписания, как вот эти вещи как бы устранять. Простые правила предписания. В любых народных традициях есть правила предписания, как принимать гостей, как жить с соседом, общаться, как общаться с освященником, как жена и муж общаются. Есть какие-то свои стандарты, культуры. Вот при помощи этого можем распутывать все эти вещи. То есть это неправильно Бога предвлекать в наше отношение? Это слишком как бы упрощенное сознание Бога. Однажды, однажды один ученик Павлупады в Брамачаре потерял деньги. Хорошая сумма, что ему поручили, он их там где-то потерял. Он пришел и сказал безмятежно, Павлупада, Кришна забрал все наши деньги. Павлупада сказал ему гневно, говорит, это не Кришна, а ты дурак. Это упрощенное сознание Кришны. Упрощенное. Сахаджия. А где твоя ответственность? Погоди. Ты вообще отвечаешь за это? Да, Кришна может забрал, но ты-то отвечал за что. Распутывайте маю, дорогие мои. Не просто Кришна, все, кругом Кришна, кругом Кришна, все, Кришна. И то Кришна, и все Кришна, и это Кришна. Распутывайте маю, выходите из мая. Вот что наша задача. Все и так Кришна, но мы-то в мае. В каком случае мы должны, имеем права сказать, что видеть Кришну в наших поступках, в отношениях. Он очень мой, ну, принадлежит часто это, говорят, что вот Кришна мне помог. Там, или наоборот, научил ему как-то. Мы же встываемся на Кришну, преданное так встываемся. Ну, как бы, естественно, должен. Один глава, там, Заминдар один, не помню, или хан этот был, сейчас имя забыл. Он послал проституту к Харидастакуру. Он очень ненавидел Харидастакуру. Что у него это репутация святого, и его все слушают, а начальство никто не слушает. Ну, подумал, его просто нужно вот дискредитировать. Потерять репутацию святого легко. Женщину подослал хорошую, подкупил. Он красивую женщину нашел, молодую, готовую это делать. Это была ее профессия, на самом деле. И вы знаете эту историю. Она приходила к нему. Три ночи. Три ночи Харидастак повторял мантру с ней. Обещал, говорит, что желание исполню, только вот обед и закончу. Она три ночи слушала его мантру. Через три ночи она призналась во всем ему. Так повлияло воспевание на нее. Она трансформировалась. Она сказала, меня подослал на самом деле. Она говорит, я знал это с самого начала. Вот это сознание Кришны. Вы идете на это, но в сознание Кришны. Не в невежестве. То есть вы знаете, как человека привести в сознание Кришны. Тогда вы идете в любую ситуацию, если вы знаете это. Если вы не знаете, как человека привести в эту ситуацию, то Харидастак сказал, как только я узнал об этом через медитацию, я должен был сразу уйти. Покинуть просто это место и все. Но я понял, что ты станешь преданной. Я ради тебя остался здесь эти три ночи. Но если мы не можем понять и распутать этот Майо, мы не общаемся близко. Мы сохраняем определенную дистанцию мира. Не думайте, что со всеми у нас будут прекрасные отношения. Майо вы меня распутать очень долго. Требуются годы иногда. Может быть, только перед смертью кто-то покается в своих этих ошибках. Может быть, только так вообще. От человека зависит. Кто-то может жить с этой проблемой всю жизнь. Как-то я не могу задать вопрос, может быть, точно еще. Все замечательно. То есть наша задача – помогать духовной жизнью друг другу. Не просто решать какие-то дела, а помогать друг другу приближаться к Кришне. Если мы это умеем делать, мы делаем дела. Если мы не умеем это делать, то мы дела тоже не спешим делать вместе. Потому что вот мой огород, вот мой дом, и все. И тогда где? Где будет? Как мы это все сделаем? Я не знаю. Чем вы отличатся от обычных людей? Мы не должны так легко оперировать, связываясь на Кришну. Такими словами, что Кришна доволен или недоволен. Как это мы должны договориться по отношению к себе и меня? Кришна даст мне это понимание сердца. Это в ГИТЕ написано. Преданное же не просто видеть, что кто-то недоволен. Он в сердце свое слушает еще. Бывает, что кто-то недоволен, а Кришна доволен. Кришна этим доволен. Кришна нормально к этому относится. Это уже преданное должен понимать сам. То есть мы часто оперировали над такими словами, фразами. Кого-то получаем, кого-то успокаиваем. Главное слушать свое сердце. Вот что я в этом случае хочу сказать. Все чем-то недовольны. Слушаем свое сердце. У нас нет другого выхода. Кришна говорит, я вижу это сердце России в это невежество. Когда при этом попадаю в сложную ситуацию, я даю знание. Все, мы просто обращаемся к Кришне. Если ты ученик, ты должен найти настоящего гуру, говорится, квалифицированного. А не учиться у кого попало. Абсолютное значение должно учиться у Бога. Тогда ты ученик. Не то, что ты принимаешь настроение от глупца, от мудреца и абсолютно следующее всему. Это неразборчивость. И я думаю, квалифицированный ученик, квалифицированный гуру, учись у Бога. То есть если я не могу учиться, то я думаю, я буду гуру, чтобы он помог работать? Ну, наконец, поняла, что нужно идти к гуру. Что ученик идет к гуру, слушает гуру. Понятно, что он слушает гуру. Именно так. Кто же распутает маю по-другому? Ну, хорошо, можно еще вопрос тоже касательно семейной жизни туда чуть-чуть вернусь. Ситуация. Муж и жена, они в разных велигиях. Жена православная, муж в нашей традиции. Жена очень категорически относится к его традициям, к нашей традиции. То есть она против всего вообще, против просада, там, как бы вообще там крест-запрет. И, конечно, ему тяжело практиковать. То есть ему приходится там прятаться там и с жапой, и где-то там прибирать, что он был на воскреске и так далее. При этом они оба духовной личности. То есть она, там, у нее батюшка, все, она как бы там православная. И у него как вот в этих отношениях быть? Как к этому относиться? Как на это смотреть? На эти ситуации? Есть разные истории. Я видел разные примеры подобные. Вот именно когда жена в христианстве, фанатичная жена, такая, которая резко против всех любых религий, категорично я видел такие семьи. Жуткое, конечно, впечатление от этого. Приходится, да, скрываться, прятаться, бояться, как правление Камса в точности. То есть демоническое поведение сочетается, как бы человек верит, но ведет себя как демон, против всего святого, так сказать. Поэтому тут опять же от степени зависит этой демонической натуры. Это не что-то новое, как бы, когда священник настраивает своих подопечных против всех религий. Только христианство и все. Все остальное, значит, вот сатаны. Это вот проникает, вот эта вот враждебность сознания людей. И в семьях начинаются вот эти расколы. Причем, когда человек называется христианином и пьет водку, и занимается всякой ерундой, это нормально. Это абсолютно нормально. Потому что мы привилегированы, мы уже христиане. Все. Мы высший класс. А если кришнаид, который соблюдает все принципы, живет благочестиво, свою жизнь посвящает служению Богу, но потому что он кришнаид, это отвергается полностью. Вот такая мая, вот такое заблуждение. Мы, людей, делим не по религии, а по образу жизни. По образу поведения так ведут себя демоны. А религию мы здесь не рассматриваем. Вообще не рассматриваем. Только по образу действия человека оцениваем. Его качество. Если он ведет себя как демон, это демон. Чем он не называл? Христианин, не христианин, кришнаид, не кришнаид, мусульманин, не мусульманин. Если он ведет себя как демон, это демон. И где бы он ни был, христианство, мусульманство, или где-то там, если он святой, пока что он святой везде. Так мы рассматриваем. здесь как мы уже упоминали брак возможно распадется если это будет в таком духе дальше продолжаться если женщина не не изменит свое представление вообще о боге духовной жизни шире брак просто распадется потому что есть еще у нас есть знания до своей понимание своих армия что надо заботиться о семье там о жене вот конечно же временная карма вечная карма и тем менее он старается наоборот сохранить этот брак все усилия туда вкладывает дело не только в нем вы рассмотрите только его как бы тхарму в этом случае почему-то было в обоих он может и хочет поддерживать семью и заботиться но хочет лежа такого мужа кришнаита вот чем проблема он готов судя потому что ты говоришь он хочет поддерживать семью и не хочется разрушать брак не хочет принести от института за детей с ним то все порядке но там есть другая сторона вот что нужно обсудить его обсуждать не нужно с ним все ясно абсолютно его преступление в том что он предан кришну вот и все никакого-то преступления предан кришну про всеми же столько много и столько много хорошего не делает проблема в другой стороне вот с этим надо решать что что та сторона захочет позволит ли она ему вообще выполнять свои обязанности если она не позволит ничего невозможно будет сделать на будете настраивать против она будет делать все возможное ничего невозможно в этом случае я просто скажу одну вещь это плохой брак вот и все просто плохой брак на этой тяжелой ноте сегодня про камсу про его преследование не удивительно конечно страшная картина жить невозможно нет кришна убьет всех демонов вы видите сами кришна знает как устранять демонические силы да и И чай.